Всем привет! Это Суперквиз! Сегодняшняя тема Иисус и Его чудеса. Правила очень простые. Мы зададим ровно 5 вопросов. Столько же, сколько пальцев на руке. Чтобы оценивать результат, пальцы можно загибать. Ответишь правильно, загибаешь палец. Ошибешься, значит не загибаешь. Мы будем сами засекать время и в конце огласим результаты. Кстати, в наш квиз намного интереснее играть группой, если у вас, конечно, есть такая возможность. Итак, пристегнитесь, мы начинаем! Какими двумя продуктами Иисус накормил множество народа? Кстати, людей было намного больше, чем 5 тысяч. Ответ – рыбой и хлебом. Люди, сами того не подозревая, попали на самый удивительный пикник. Иисус умножил 2 рыбки и 5 хлебов с невероятным избытком. После того, как все люди насытились, осталось еще 12 полных корзин. В каких животных Иисус переместил множество демонов? Подсказка – это множество демонов называлось Легион. Ответ – Иисус переместил Легион в стадо свиней. После этого несчастные животные в бешенстве спрыгнули со скалы. А человек, из которого эти нечистые духи вышли, получил освобождение и очищение. Как Иисус попал в лодку посреди озера? Может, вплавь или используя плод? Иисус пришел в лодку буквально своими ногами по воде. Впоследствии один из учеников тоже смог, нарушив все законы физики, немного пройтись по бушующему озеру. Как парализованный смог приблизиться к Иисусу, минуя плотную толпу людей у дома? О подкопе не может быть и речи. Все-таки долго, но ответ не менее креативный. Ответ – друзья парализованного разобрали крышу и спустили его на носилках. А Иисус не только исцелил этого человека, но и простил ему все грехи. И последний вопрос по традиции имеет четыре варианта ответа. Кто из близких Иисуса потребовал доказательства его воскресения? Фома, Иоанн, Иуда, Мария. Еще раз, кто запросил доказательства? Фома, Иоанн, Иуда, Мария. Ответ – Фома. Этот апостол, как настоящий скептик, сказал, что не поверит воскресение Иисуса, пока не увидит его своими глазами. И Иисус, явившись перед ним, позволил Фоме потрогать свои раны от гвоздей. Именно поэтому сегодня мы используем крылатое выражение «неверующий Фома». Вот и все. Каким бы ни был результат, ты дошел до конца. Итак, подведем итоги. На экране ты видишь звания относительно загнутых тобою пальцев. Стажер, ученик, суперученик, мастер и супермастер. От имени Суперкниги мы поздравляем тебя с достигнутым результатом. В любом случае, надеемся, что ты сегодня узнал что-то новое. Набрал не так много, как ты хотел? Не расстраивайся, все еще впереди. Набрал большую цифру? Постарайся не возгордиться. А мы напоминаем, что ты можешь подписаться, поставить лайк, а еще посмотреть здесь другие видео. На канале много интересного. С вами была Суперкнига. Пока-пока.